если вы задумались о приобретении рено captur то лучший способ принять финальное решение это познакомиться с автомобилем лично например здесь у официального дилера авто гермес балашиха а также пройти тест-драйв поможет мне в этом продавец-консультант максим шорохов доброе утро здравствуйте ну что максим расскажи какая у нас машина представлена на чем собственно говоря мы сегодня будем тестировать сергей приятно что вы к нам обратились в нашем тестовом парке представлена максимальная комплектация extreme собственно на ней я вам и предлагаю пройти тестовую поездку сначала я все-таки немножко осмотрелся что называется попросил рассказать про те функции про то оснащение которое есть в этой комплектации данный автомобиль оснащен двигателем объемом 1 и 6 литра и автоматической коробкой передач нового поколения x-tronic данной комплектации представлена опция бесключевого доступа что позволяет нам не доставая ключей из кармана или сумки получить доступ в салон автомобиля зеркала складываются да конечно они оснащены электрическим приводом позволяющим управлять ими из салона автомобиля обратите внимание комплектация extreme оснащена 17 дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной шлифовкой что придаст вам индивидуальности и стиля на дороге стильно что про фары можно рассказать индивидуальной особенностью данной комплектации является полноценная светодиодная оптика а именно ближний и дальний свет что позволяет нам с вами безопасно и комфортно чувствовать себя в любых дорожных условиях и противотуманочки есть обязательно наших автомобилистов если честно всегда интересует дорожный просвет не везде у нас ровно и хорошее шоссе что про него можно сказать автомобиль рено captur имеет увеличенный дорожный просвет равный 205 миллиметрам что позволяет нам без проблем преодолевать любые дорожные неровности внедорожник ну и остается поговорить про багажник потому что это тоже важная особенность какой объем объем 387 литров 387 литров в общем-то не так много но можно разложить сидение конечно сиденья складываются в ровный пол что позволяет нам с вами получить объем 1200 литров чего будет достаточно для перевозки грузов крупных габаритов ну а 1200 это уже ого-го ну что на первый взгляд с экстерьером мне все понятно тогда пора заглянуть внутрь и я бы начал если честно с сиденья для задних пассажиров вот ну что передняя настроена под водителя вот на заднем сижу мои 180 сантиметров прекрасно здесь помещаются еще сантиметров по 7 10 есть до переднего кресла ноги стоят отлично небольшой наклон заднего сидения позволяет комфортно на нем находиться и до потолка не стучишься головой а едешь как кум королю и сват министру также обратите внимание на эксклюзивную бежевую отсрочку сидений что придает стиля автомобилю согласен стиль ненько ну а теперь а теперь добро пожаловать за руль точно хаба и вы присаживайтесь ну что вот мы в салоне автомобиля большой дисплей жарковато пора бы завести двигатель и включить систему кондиционирования как это происходит для запуска двигателя не обязательно использовать ключ карту она также находится у нас с вами в кармане либо в сумке достаточно воспользоваться кнопкой старт стоп нажимаем автомобиль запущен климат контроль повеяло прохладой приятно так немножко пройдемся по салону кожаная отделка руля это приятно большой монитор тоже здорово сюда можно положить очки ох какая приборная эта панель похоже на 3d очки такой хищный немного взгляд и что классно это цифровое табло да абсолютно верно цифровой спидометр можно не нарушать можно четко знать с какой скоростью ты едешь они плюс-минус нужно не нарушать окей так что мы здесь еще имеем с ручником все понятно и как что такое режим эко это экономия топлива используя данную функцию мы искусственно занижаем мощность двигателя тем самым уменьшая расход топлива и загрязнение окружающей среды это что такое круиз-контроль а круиз-контроль то есть тут можно будет нам когда-то тест-драйв поедем включить и на одной скорости абсолютно верно задаем нужную скорость и едем современная мультимедийная навигационная система оснащенная 7-дюймовым сенсорным экраном громкость регулируется на подрулевом джойстике а также на самом дисплее дисплее здесь есть радио медиа можно видимо фильмы смотреть телефон естественно подключить за принимать совершать вызовы навигация даже и обязательно и собственно настройка все это и всегда в настройках регулируется яркость то есть зависимости от времени суток вы можете комфортно для глаз то есть все настроить дисплей bluetooth система с этим будем разбираться позже мне кажется самое главное все-таки поехать на автомобиле попробовать его узнать какой он на дороге так зеркала регулируются автоматически электричество привод зеркал электропривод зеркал электропривод всех всех стекол и подогрев сидения очень сейчас нужно в 30 градусов зимой я думаю что будет не лишним правильно обязательно освещение индивидуальное фонарики для каждого пассажира общей а вот это я люблю когда можно посмотреть на себя зеркальце это хорошо и пассажир тоже кстати может это тоже в такой же зеркальце замечательно приятно окей ну что снимаемся с ручника тихонечку трогаемся так это у нас режим drive сергей давайте пристегнемся пристегнуться это важно ничего поехали дорогу покажет легко достаточно такой активный руль я даже сказал что ответка очень хорошие дает куда дальше налево по трассам москвы поедем кстати по высоте руль можно немножко подрегулировать слева 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 нашу есть вот так вот он будет совсем удобно двигатель 1 6 литра мощностью 114 лошадиных сил что вполне достаточно для совершения динамичных поездок даже за городом ну и платить транспортный налог немного абсолютно верно ну что вот и большая трасса здесь можно немножко нажать на педаль набор скажем честно да машина не для гонок не для того чтобы прям показать кому-то задно нет конечно не светофория данный автомобиль в первую очередь это комфорт и практичность есть кстати по расходам какая-то информация как на данной коробке передач средний расход в смешанном цикле составляет шесть с половиной литров на 100 километров шесть с половиной литров до прям какое-то счастье это очень экономичная согласен с 2 95 место 5 только 95 кстати про коробку есть информация какая-то здесь установлена обновленная автоматическая коробка передачи экстроник нового поколения в ней уже отказались от ремня и установлена металлическая цепь что дает нам долговечность надежность и практичность данной коробки передачи а также использована имитация шестиступенчатой коробки передач что придает нам комфортно в движении чувство собственно автомобиля и и естественно уменьшенный расход топлива по ощущениям друзья в машине достаточно тихо слышно как воздух вырывается из сопел кондиционера на просто потому что тестируем мы машину в 30 градусную жару а мы себя достаточно комфортно чувствуем и даже оператор не потеет оператор-то там как вот специально приезжаю по ямам встречающимся на пути и такое бывает оказывается и в москве достаточно спокойно подвеска их глотает никаких ушибов пятой точки не происходит ругаться матом на дорожников не хочется хочу напомнить про адаптацию данного автомобиля к российским условиям а именно это увеличенный дорожный просвет как мы уже говорили увеличенный пусковой ток аккумулятора что позволяет комфортно в зимнее время запускать автомобиль дистанционно быть уверенным что он дистанционная и запуск да да конечно полноценный центральный замок дистанционным запуском двигателя то есть сидишь себе в офисе нажал кнопочку машина прогрелась машина прогрелась либо охладилась все зависит от временных условий да также установлена защита картера двигателя что обязательно любителям лазать по бордюрам и даже пеньках я имею ввиду по пенькам они пенькам до 6 лет гарантия на коррозию кузова то есть сквозную коррозию да 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 если за 6 лет что-то появится можно предъявить а также гарантия на агрегаты автомобиля три года либо сто тысяч тысяч километров в зависимости что наступит быстрее не знаю как вы кстати ездите вот на моем автомобиле по прошествии пяти лет как раз наступило 100 тысяч так что для тех кто не гоняет в режиме такси мне кажется гарантия очень комфортно климат-контроль такой ненавязчивый некоторых машинах бывает включишь либо сдувает тебя либо жарко здесь вот он когда ты его не трогаешь и все работает прекрасно по комфорту отмечу обогрев лобового стекла что опять же в зимний период времени не надо отскребать да не надо ничего отскребать позволяет сэкономить время то есть на прогреве автомобиля вот это означает что закрыт машина дамы когда начали движение автоматически все двери закрываются то есть это безопасность первую очередь на ней мы остановимся чуть более подробно что здесь есть для того чтобы случись чего ничего бы не случилось абсолютно верно по безопасности мы с вами имеем подушку безопасности водителя переднего пассажира также боковые подушки безопасности или они в креслах они в креслах кресла к вы в креслах конечно по электронике то есть это иммобилайзер лазер то есть тут нам надо было что нам позволяет это то что не позволит злоумышленникам угнать данный автомобиль система курсовой устойчивости система помощи при подъеме то есть в каком-то на участке дороги при подъеме автомобиль не покатится назад и abs все современные системы вот которые необходимы пробуксова антипробуксовочная система система противооткатная скажем так да ну да помощь для наших чиновников очень полезная была бы система но пока только машины оснащаются ей система подъема при спуске по помощи при спуске при подъеме да хорошо вообще машина мне кажется должна быть вот такой вот ты сел как я сейчас до первый раз сел за руль рено captur и едешь и ты не задумываешься о том где у тебя что расположено где какие может быть там органы управления они в общем достаточно привычны должны быть должны вызывать необходимости консультации да достаточно интуитивно все расположено то есть удобно кстати я так и не попробовал не проверил круиз-контроль надо сейчас это сделать еще о безопасности при парковке то есть данный автомобиль оснащен задними датчиками парковки и камерой заднего вида которая проецируется на нашем до 7-дюймовом сенсорном экране вот 48 километров то есть он сейчас будет сбрасывать чтобы мы ехали но в общем надо быстрее конечно 48 километров в москве никто не ездит ну хотя бы 70 до вот выстрелили 70 а все ручки можно отпустить ножки отпустить и спокойно со скоростью 70 километров в час мы вот в этом любимом ряду а нет есть люди которые ездят медленнее можем гонять еще с такой скоростью это удобно за городом позволяет опять же сэкономить средства на расходе избежать нежелательных штрафов за превышение скорости да ну а также ноги отдыхают они не затекают в одном положении то есть все свободно в дальней дороге круиз-контроль незаменим самый лучший автомобиль новый автомобиль я в этом каждый раз убеждаюсь даже когда едешь на своем проверенном хорошем пятилетнем ну садишься за руль новую понимаешь тут амортизаторы свеженькие какие-то уже инновации придумали какие-то уже штучки подкрутили понимаешь что хочешь купить новую машину сколько стоит такой прекрасный автомобиль один миллион двести четыре тысячи рублей миллион двести с копейками до на данный момент мне кажется такой вот начальная цена для хорошего автомобиля все начинается от миллиона где-то до дешевле миллиона на самом деле хороший автомобиль сейчас сложно найти здесь за данную стоимость мы получаем полноценный комфорт уверенность надежность на дороге безопасность на высоком уровне нет хорош комплектация то есть это максимальная комплектация правильно до экстрим максимальная топовый венец творения так скажем рено captur надо отметить что сконструирован на базе дастера то есть уже зарекомендовавшего себя автомобиля которые россияне полюбили страшно потому что он проходимый надежный подводил немножко скажем так экстерьер хотелось более такую красивую что ли оболочку до хотелось более европейский вид и вот captur как я по крайней мере прочитал пресс-релизе как раз и пришел для того чтобы дополнить модельный ряд рено и вот такой вот стать стать люксовой версии для модельного ряда рено а также обойти дастер по продажам да обошел он даст это большого приятно ездить на чемпионе вернулись родные пенаты в автогермес балашиху паркуемся сергей особо оборачиваться не стоит так как камера заднего вида нам проецирует на центральном дисплее туда это удобно еще чуть-чуть еще немножко красная критическая красная критическая расстояние положение автомобиля все наглядно мне нравится приехали ну что сергей как автомобиль удобный комфортный практичный и что характерно недорогой это важно тогда идем оформлять пойдем уговорили как планируете кредит наличные а я думаю что солдат держава и она ее она но она ее она она Субтитры подогнал «Симон»